В Заполярье на завершающую стадию вышла кампания по заготовке оленины. План по убою выполнен практически полностью. Так, например, в окружную столицу накануне была доставлена финальная партия мяса из Коткинского убойного пункта Наринмарского мясокомбината. О том, как перевозят сырье для производства колбас, консервов и полуфабрикатов, в репортаже Алины Ваучейской. Ранним утром винтокрылая машина берет курс на Коткино. Спустя 40 минут – посадка в старинном русском селе. Здесь уже все готово к погрузке мяса. Это Ми-26 – самый большой в мире эксплуатируемый вертолет. Именно на таких винтокрылых махинах из отдаленных уголков Заполярье в столицу Ненецкого округа доставляют оленину. Всего на борт вмещается до 20 тонн мяса. Для перевозки сырья в промышленных объемах на Крайнем Севере воздушный вид транспорта – самый оптимальный вариант. В этом мясокомбинату помогают экипажи 2-го Архангельского объединенного авиаотряда. Тематические условия в этих широтах такие переменчивые. За час может поменяться погода. Сначала хорошо, потом станет туман. Такие своеобразные погоды здесь все равно. Взвешивание – финальная и обязательная процедура перед тем, как оленину направят на производство. Убой в Коткинском пункте завершили еще в декабре. Заготовили порядка 80 тонн, из них 60 – для Нарьинмарского мясокомбината. До отправки сырье хранилось в современной морозильной установке. Три хозяйства изготавливают и в пределах 3000 штук олени. Мясо не стараюсь одна принимать, потому что мне считать надо. Где-то отвлекут, где-то собьюсь. Тут присутствуют и участковый наш со мной, и ветеринар. Убойный пункт Нарьинмарского мясокомбината в Коткино функционирует с 1982 года. Сегодня на заготовке и отправке мяса трудится порядка 27 сотрудников. Коллектив довольно-таки молодой. Единственное, чем обеспокоены работники – состояние инфраструктуры пункта. Требуется ремонт основного здания и обновление кораля. У нас убойный пункт старый 1982 года. Требует уже серьезного ремонта. Мы частично ремонт проводили уже в августе, в сентябре месяце этого прошлого года. Но посерьезнее ремонт нам предстоит провести летом от нынешнего года. На сегодняшний день по убойным пунктам нашего предприятия мясопродукты – это НИСИ, здесь, в Коткино и в Нижней Пёше – была проведена убойная кампания в полном объеме. И то, что мы по программе планировали, это все было сделано. В ближайшие дни из убойных пунктов в Нарьинмар доставят еще несколько десятков тонн оленины. Ну а следом сырье пойдет на производство излюбленной горожанами мясной продукции. Кстати, в этом году предприятие значительно расширяет рынок сбыта. Уже на следующей неделе приобрести колбасы, консервы и полуфабрикаты смогут жители Архангельска. Также есть договоренности по открытию точек продаж в Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге и Уфе.